Всем привет! Сегодня мы расскажем, как из старой версии сделать калькулятор в новой версии. По сути это и есть перенос калькулятора из одной версии в другую. У одного из наших клиентов был вот такой калькулятор. На его основе мы и сделаем калькулятор в новой версии. Итак, приступим. Перейдем к редактированию в старой версии и посмотрим, что у нас есть. У нас есть несколько массивов, несколько скриптов и переменные. Так, заходим на новую версию, заходим в свой аккаунт, нажимаем создать и попадаем в редактор. Дальше мы делаем текстовое поле, как у нас есть. Не текстовое поле, ошибаюсь. Добавляем текст. Дальше у нас будет текст и выпадающий список. Текст и текстовое поле. Текст, текстовое поле. Кстати, работает кнопка удаления теперь. Текст. Так, выпадающий список. Текст и текстовое поле. Дальше у нас идет опять же текст, текстовое поле, текст, текст. Текст, текстовое поле, текст, текст. Пока просто накидываем вот таким образом элементов. Далее у нас есть кнопка и данные для заказа. Если нам нужна кнопка, то мы можем сделать эту же форму. Добавляем кнопку, немного расширим нашу форму, видим что уже начинает не помещаться элементы. Так, и добавляем текст, текст, текст и три текстовых поля, вот так. Дальше кнопку отправить. Все, все элементы мы добавили, теперь займемся именно дизайном и работой с этими элементами. Первым мы выделяем старой версии калькулятор, выделяем наш текст, копируем свойства и для нашего текста начинаем настраивать свойства, свойства дизайн, ширина 100%, вставляем данные в текст, значение по умолчанию наш текст, видим что он не глазит, растянем калькулятор так, чтобы он влез. Как у нас тут на несколько строчек было? Раз на несколько строчек, то мы сделаем высоту в два раза больше, текст мы можем в свойстве шрифта расположить по центру и, например, сделать ему 80% ширину, выровняв причем сверху по центру. Вот получился такой текст пока что. Видим, что он жирный. Не знаю, как это будет смотреться у клиента на сайте, но можем сделать его пока что жирным. По-хорошему нужно знать, как это будет смотреться именно у вас на сайте. Тип полотна. Тип полотна. То же самое, свойства данные, значение по умолчанию, тип полотна. Выравнивание. Нам нужно, чтобы вот этот выпадающий список стоял, приклеился вот сюда и к нему с левой стороны. Приклеился слева, ну, как со стороны справа. Так, обтекание у нас есть свойства и вот если навести мышку по левому краю. Оп. Выпадающий список приклеился. Теперь посмотрим, что у нас там в выпадающем списке. Вот сколько у нас элементов. Значит точно так же начинаем делать выпадающий список. Нажимаем его. Переходим на свойства данные и указываем. Для нулевого значения будет у нас матовое полотно. Добавим еще следующее значение. Глянцевое полотно. 4-5 метров. Следующий элемент будет полопрозрачное полотно. И крайний элемент металлик. Нажимаем обязательно кнопку сохранить и наш список сформировался. Дальше идет ширина, длина. Здесь описаем ширина в метрах. Переходим на свойства расположения. Обтекание по левому краю. Вот ширина наша будет здесь отображаться. Здесь в данном случае текстовое поле. Я бы рекомендовал задавать ширину и площадь потолка. Кстати вот здесь тоже ошибочка у него описка. Ничего мы ее исправим. Именно как числовое поле. То есть у нас есть ввод чисел. Вот это поле лучше здесь использовать. Поэтому то что мы добавляли удалим. А сюда уже. Так, отменим пока выравнивание. Добавим ввод чисел. Два раза. Один будет для ширины. Один начинаем перетягивать. И второй будет для длины. Здесь укажем длина в метрах. И начинаем выравнивать. Расположение обтекания по левому краю. Длина обтекания по левому краю. Это аналог свойств float-left, float-right. Кто знает. HTML, CSS. Думаю меня поймут. Итак, значение по умолчанию для ширины, для длины. У нас было 0. Ясное дело, что минимум будет тоже 0. Максимум то что вам нужно. 10 000. Шаг пускай будет 1 мм. Настроим тоже самое для длины. Так, и вот это лишнее наше текстовое поле удалим. Площадь потолка далее шла. В метрах квадратных. Если вы хотите метры квадратные не просто вот так сделать. М2. То открываем Google и гуглим. Квадратные метры. И он нам выдает, как видите, вот здесь есть такое обозначение. Мы можем его скопировать. Прямо с поиска. Ставить вот сюда. И вот у нас получился метр квадратный. Выравнивание у нас опять же будет. Обтекание по левому краю. В тексте мы будем записывать значение. 0 м2. Ну, раз мы указали уже здесь метр квадратный. Думаю, здесь дублировать не стоит. Следующим параметром идет количество углов и количество светильников. Значит опять же, раз это количество, значит будем делать числовые метры квадратные. И вот чисел. А, пропустил периметр потолка. Хорошо, что вовремя увидел. Периметр потолка. Метры погонные. Дальше количество углов. Штук. Следующее идет. Количество светильников. Добавляем три элемента в ватчисел. Переносим к нужным элементам, к нужным текстам. Раз, два, три. И тут удаляем. Опять выравниваем. Выравниваем. Уже заговариваюсь. Так. Если выравниваем, задаем начальные параметры, если они там есть, нули. Ограничение. Шаг. Шаг. Ок. Шаг. Редактор. Я подобрал. Иногда, как вы видите, значение по умолчанию не становится. Дописываем какой-нибудь символ лишним и опять его удаляем. Такой дефектик маленький есть, но его можно обходить. Так, дальше, кнопка рассчитать, общая стоимость, на кнопке есть свойство текст, и значение по умолчанию рассчитать. Стоимость с монтажом, выравнивание и обтекание, здесь будет наша стоимость. Ноль, пока напишем здесь рублей, а здесь вот в постфиксам напишем пробел рублей. То есть при подсчетах, при изменении будет добавляться число и к нему добавочная частица, вот этот постфикс рублей. После общей стоимости идет отправить расчет. выравнивание, обтекание, здесь тоже обтекание и кнопочка. Кнопочки у него располагаются по центру, значит тоже расположим по центру. Так. Что мне здесь теперь нравится, не нравится. Мы элементов накидали, понятно. Нужно сделать для него дизайн небольшой. Но это уже после того, как функционал сделаем. Сейчас пока просто уменьшим немного его по размеру и увеличим. Ну то есть видим, что все параметры помещаются, поэтому можем пока так и оставить. Далее дизайн нужно, чтобы когда будем делать, нужно видеть сайт, на который это будет составляться. Так. Отправить расчет. Первое поле у нас какое, это e-mail, второе имя, третий телефон. Значит, обязательно ставим, что это обязательное поле e-mail, потому что нам надо куда-то будет отправлять. Либо обязательно поле телефон, например, если вам нужно его получить обязательно. Так. Подсказку выводим в ваш e-mail. Видно, что склеилось с левой частью буквы. Значит, внутренние отступы надо выставить слева 3 пикселя. Теперь вводим имя. Подсказка. Ваше имя. Внутренние отступы не забываем. И телефон. Для телефона у нас появилась возможность задать маску. в каком-нибудь формате, в таком вот, в московском, например. Значение по умолчанию мы можем в какой-нибудь номер вводить. Либо подсказкой, в каком формате вводится номер. И внутренние отступы. Так. С этими полями разобрались. Теперь добавляем скрипт. И начинаем думать уже над нашей логикой. Обычно скрипты я называю скрипт, например, result. Галочку нажимаем, чтобы он применился. И идем в поведение. Будет он, скорее всего, запускаться по нажатию на кнопку. Значит, его будем здесь выбирать в поведении, в используемых скриптах. Теперь идем в старый калькулятор и смотрим, какая здесь логика, что за что отвечает. Выбираем кнопку рассчитать, смотрим скрипт результат. Ищем здесь скрипт результат. И смотрим, что он делает. У него тут какие-то условия. Мы эти условия пока просто копируем. Себе в калькулятор уже на новой версии. И сюда мы вставляем. Так. Комментарий он не писал, значит, будет немного сложно разобраться, что это такое, но мы постараемся уже написать. Так. z равно 0. Это переменная, которая отвечает за параметр d1, d2. Смотрим, что такое d1, d2 у нас в нашем калькуляторе. Это у нас ширина, это длина, это select 1, d1, d3, d2, d3, d4. Пока что я не вижу. d1 это вот что. То есть это прям сам текст, который мы выводим. Площадь. Ну, нехорошо как бы с текстом сравнивать. Значит, будем разбираться, что же тут за сравнение. Ну, ясно, что здесь сравнивается площадь. Если площадь от 0 до 11, то z равно 0. Что такое z? z какая-то переменная, которая постоянно обнуляет. Непонятно, что здесь происходит и зачем это вообще нужно. Наверное, что-то пытались запрограммировать. Дальше у нас, как я вижу, есть сумма. Сумма задана числом. Почему-то десятичная, с дробной частью. Ладно. Дальше выпадающий список идет. Если у нас в выпадающем списке выбран определенный элемент, то мы к нашей сумме, к нулю, то есть прибавляем какое-то значение площади, умноженное на значение из массива с индексом z, то есть с индексом 0, как я вижу везде. Умножаем площадь d2 на периметр, d3 на услугу и d4 на светильник. Это отдельные переменные, которые заведены, вот они, скорее всего, объявлены. Периметр, да, услуги и светильник. Смотрим, что у нас в массивах. В массивах у нас всего лишь навсего просто числа. Ага, понятно. Ну что, друзья, я разобрался, как это примерно будет работать. Попробую объяснить вам. Вот эти индексы мы убираем. Нам не нужно будет этого. Хотя нет, пока мы их оставим. Вижу, что он сравнивал. Заведем массив. То есть у нас будет какой-то массив со стоимостями. Список цен для различной площади, по сути. В новой версии уже нет таких вот элементов, как старый. То есть здесь у нас был элемент переменная, константа, массив. Теперь все это мы объявляем просто в скрипте через вар. То есть пишем вар. Например, array какой-нибудь у нас будет с ценами. ArrayPrice. И квадратные скобочки ставим. Теперь записываем сюда все наши элементы из вот этих массивов. Потому что они тут одномерные получились и по одному числу в каждом. Значит, array 0. Array 0 это 120. Array 1 это 120. Array 2 это 120. Жили здесь все одинаковые? Нет. Вот 140. Так. 120, запятая. 120. Запятая. 120. 140. Дальше смотрим. Array 4. 120. Array 5. 120. Array 5. Все. Массивы закончены. То есть. 120, 120. Вот такой массив. Индексы начинаются с нулевого. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаем галочку, чтобы она сохранилась. Далее нам нужны переменные вот эти вот параметры, услуги и светильник. Мы их будем заводить. Периметр. Значит 30. Они также и переносятся. Периметр. 30. Скорее всего это наш периметр. Стоимость одного метра квадратного. Ну, я так подразумеваю. Далее у нас. Следующий параметр. Услуги. Ой, услуги углы. То есть стоимость одного угла наверно. Вар углы стоит тоже 30. И последняя стоимость светильника 65. Так, базовые данные для расчетов мы записали. Скрипт результат у нас есть. Еще у нас есть какой-то скрипт S, который считает нашу D1. Этот же скрипт мы можем внести просто в общий скрипт. Отсюда мы его копируем. И вставляем вот сюда. Ширина, длина. Чтобы переменные наши не менять, можем, конечно, писать для них те же значения, да, имена. Но в новой версии у нас вот здесь выводятся их имена, идентификаторы, по которым мы можем к ним обращаться. То есть, смотрите. Ширина. Number 1. И не меняя, мы можем вот здесь написать. Раз ширина это Number 1, значит так и пишем. Number 1. Длина наводим вот сюда на элемент, ничего не трогаем, чтобы скрипт не отключился. Number 2. В скрипте пишем Number 2. Нажимаем галочку, чтобы оно сохранилось. Здесь напишем комментарий, это площадь. Так, сохраним. Теперь, когда у нас есть площадь, мы можем выбрать именно стоимость, сколько она будет поступить. В данном случае, если от 0 до 11, это нулевой будет индекс. Если от 11 до 21, это будет уже первый индекс, то есть 120. Дальше второй, соответственно, третий, это вот 144 и 5. здесь так и напишем. Это у нас индекс элемента из массива список цен для различной площади. форматирования. Думаю, понятно будет. Так. Форматирование. Так, 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 немного. Вот так оно будет. Удобнее читаться. Ну и соответственно, сумм это у нас сумма наша, конечная, которая будет выводиться. Итоговая стоимость. Итоговая стоимость. Не знаю, зачем так интересно ее объявили. Объявим просто нулем, чтобы это было понятно, что переменная. Так. Дальше switch select 1. У нас уже не select 1, у нас combo box 1. Значит, мы то же самое напишем. Combo box 1. То есть мы получим айдишник, вот то число, которое мы указывали в выпадающем списке. Сейчас покажу, где оно вписалось. Вот у нас данные. 0, 1, 2. Вот это и есть эти индексы. Мы их будем получать. Возвращаемся в наш скрипт. Так. Значит, если 0, то мы d1 умножаем на... У нас есть только arrayPrice теперь. У которого выбираем Z. Угу. Как видно, здесь в зависимости от того, что выбрано в выпадающем списке, у нас идут разные стоимости. И Z. Угу. То есть привязка, по сути, была только вот в этом параметре. Не знаю, зачем было вот это сравнение. То есть мы могли и так для каждого элемента выпадающего списка выбрать свой элемент в массиве. То есть 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Ну ладно. Раз такое условие есть, я его изменять не буду. Мы его просто используем вот таким образом. d1. Так. Еще там, где мы d1 посчитали, мы это d1 должны вывести вот сюда. Там, где площадь. Вот где у нас 0 пишется. наведем это label6. Значит так и напишем здесь. Label6 равен d1. Поскольку у нас вот здесь, если выделите этот элемент label6, есть postfix, а постфикса нет, то ничего добавляться с ними будет. Ну, метр квадратный у нас там прописаны левее. А вот для рублей, например, у нас будет postfix. В дальнейшем вы увидите это. Так. Надеюсь, вы еще не заснули и логику еще пока помните. То есть подведем итог. Мы задали массив, объединив вот все эти мелкие массивы, которые были у нас. Потому что ну зачем хранить в массиве? Массив это как бы список элементов, а по одному элементу хранить в них нецелесообразно. Далее объявили наши стоимости по периметру за один метр квадратный, за угол, стоимость одного угла, стоимость светильника. Посчитали площадь. Получили индекс, то есть нашу цену для площади и сделали выборку. То есть что здесь происходит? Тут может быть кто-то не знает, что такое свитч. Свитч комбо бокс 1. То есть у нас выбирается, если комбо бокс, например, выбран первое слово матовое полотно. Это кейс 0. Срабатывает. То есть у него индекс 0. Если последний, то соответственно индекс 6. И применяется вот эта вот формула. sum плюс d1 array price z. z это индекс нашей массивы. Который мы уже определили выше. Так, далее у нас считается сумма d2, d3, d4. Не вижу, где у нас задается d2, d3, d4. Давайте поищем. Скрипт. Скрипт. У нас всего два скрипта. Ага, то есть это просто добавляется прямо вот отсюда с формулы. Он берет данные и добавляет его в результат. Значит, вместо периметра, что у нас там? Точнее вместо d2. d2 это у нас периметр. Так, количество углов это d3. Все верно, количество светильников d4. Так, выделяем d2, наводим сюда мышку. И вот это номер три, это номер четыре и номер пять. То есть, мы тоже самое здесь пишем. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Так, вижу, что у нас в калькуляторе здесь гривны должны добавляться. Значит, мы их отсюда. Гривны. Вырезаем. Сохранить не забываем скрипт. Выделяем наши рубли, которые я дописывал. И дописываем сюда гривны. И здесь тоже самое. Так, идем опять в скрипт. Удаляем этот лишний код. Получается 1.25 умножить на сумму. По-русски это добавляем 25% к стоимости. Итоговой. Так, здесь напишем комментарий. Получается, это у нас сумма. Это не итоговая стоимость, это расчетная стоимость. А итоговая стоимость у нас именно result. Так, по-моему, result мы нигде не объявляли. То есть вара не было нигде. Как у нас здесь работает. А, понял. То есть, result это у нас само поле. Все верно. А у нас оно называется label11. Значит, здесь пишем label11. Так. Все, с расчетами тоже завершили. Отправка данных на почту осталась. И калькулятор готов, кроме внешнего вида. Внешний вид, я думаю, вы уже потом подгоните сами под свой сайт. Выставите там отступы, шлифты, картиночки какие-то добавите. И на этом калькулятор будет завершен. Перейдем к настройке почты. Так. У нас есть какая-то вот смтп, письмо, которое формируется, и какой-то ответ. Хорошо. То же самое мы и сделаем. Так. Чтобы настроить письмо, мы должны выделить наш калькулятор. Есть вот свойства данные, а настройка едная. Так, кстати, да, мы не задавали никакого имени. Назовем его каким-нибудь, чтобы в списке у нас из калькуляторов был этот калькулятор красивый. Так. Калькулятор. Не знаю, что мы тут рассчитываем такое. Потолка, углов, полотна. Наверное, натяжных потолков каких-то. Потолков. Ну и описание здесь можно для себя что-то написать. Расчет стоимости натяжного потолка с 25-процентной наценкой. Закроем и переходим к настройке почты. Так. Похожее окошко, как и в той версии. Мы копируем. Можем, кстати, использовать свой SMTP. Точнее, наш SMTP уже. Точнее. Поэтому галочка стоит. Нам нужен email, на который мы будем получать почту. Клиенту, если мы будем отправлять, то мы вот сюда должны написать тему письма расчет стоимости потолков. Кстати, да. Он здесь и написан. Сразу не увидел. Угу. Так. И поле email. У нас это поле называется text6. Значит, сюда просто пишем text6. Дальше у нас идет тело письма. Копируем, наверное, даже так. Исходный код у нас есть. Вот. Мы можем его скопировать. И сюда опять же через исходный код вставить. И вот у нас он оставился. Далее здесь закрываем. Смотрим, что приходит к пользователю. Опять же исходный код. Копируем. И вставляем уже. Сюда ниже. Смотрим. Так. Помните, у нас другие переменные. Это важно. Значит, имя текст 7. Значит, сюда мы вписываем текст 7. Оставил заявку на result. Result у нас label 11. Убедимся, наведем. Label 11. Тип полотна. Так. Чтобы получить тип полотна, у нас выпадающий список. Поэтому нужно сделать какое-то скрытое поле. И сюда уже передать его результат. Сейчас покажу, как это делается. Обязательно сохранить нужно. То, что мы уже сделали. Вот кнопочка сохранить, ниже находится. Пока никак не подсвечиваем ее. Но помните про это. Иначе все это обнулится и придется заново делать. Так. Вот у нас combo box 1. Объясню, как выбрать отсюда текст. Так. И пишите. У нас работает здесь jQuery. Получить текст. Ну, он подсветил уже. Как получать значение выбранной опции элементы select. Вот наш запрос. И вот наша строчка. Как он получается. Так. Как я и говорил. Добавляем элемент. Например, текст. Его мы. Ну, чтобы было не видно. Можем, например, сделать большой внешний отступ сверху. Например, 150. Оно спрячется. Но для этого еще запомним его имя. Label 13. Так. Оно спряталось. А в скрипте, когда мы будем делать расчет. Будем записывать в этот лейбл наше значение выпадающего списка. Так. И пишу. Параметр. Для. Письма. Пишем уже тут. Label 13. И вставляем нашу конструкцию, которую мы скопировали. То есть, мы обращаемся по ID-шнику. Вот он. MySelect. Это наш ID-шник. ComboBox1. Option Selected. То есть, то, что выделено на текущий момент. И берем оттуда текст. И вот этот уже Label 13 будем отправлять на почту клиенту. Что выбрано. Ну и, соответственно, себе, по-моему, на почту. Да. Себе мы настроим пока что. Выделяем. Настройка email. Так. Ах, да. Забыл, что. Скобки. Скобки. У нас теперь другие скобки не фигурные, а квадратные в новой версии. Соответственно, будем писать уже в квадратных скобках. Пользователь в двойных квадратных скобках. И советую не жирным это делать, а просто вот таким образом. Пользователь текст 7. Оставил заявку на Label 11. Данные из формы. Дальше. Тип полотна у нас идет первый. Label 13. Вот то, что мы получили из выпадающего списка. Так, смотрим какой следующий параметр там был. D1, D2, D3. То есть площадь. Площадь у нас это Label 6. Периметр. Периметр это Number 3. Углы Number 4. И количество светильников Number 5. Дальше идет обратный email и телефон. Текст 6. Текст 8. Сохраним. Далее у нас есть текст 8. Текст 8. Сохраним. Далее у нас есть текст 8. Письмо пользователю. Здравствуйте. И сумму мы ему выводим. Сколько. Здесь я бы тоже вводил сумму. Чтобы мы понимали сколько он получил. Другая сумма. Другая сумма. Сохраняем. А, врум. Мы же в начале это уже получили. Согласен. Ушибся. Так. Name и Result. Пользователь Name. Можем отсюда прям скопировать. Так. На сумму. Все. Сохраняем. И смотрим что получается. Так. Рассчитать. 1375 гривен у нас получилось. Попробуем ввести то же самое в старой версии. калькулятора. Три. Два. Шесть. Ага. То есть он. Площадь сразу хочет автоматически рассчитывать. Вот я вижу что. Зачем был создан тот скрипт. Создадим скрипт который будет рассчитывать нашу площадь. скрипт вп пускай будет. И вот туда мы перенесем наш код по площади. который был. Площадь вот наша. Поскольку глобальных переменных мы не используем, но здесь мы попробуем их использовать, но это будет не хорошо. Поэтому в скрипте мы это все дело оставим. Пускай площадь считается еще раз. В лейбл мы ее выводить просто не будем здесь. В скрипте, который будет считать площадь, мы так и напишем расчет площади. var d1 равно number1 умножить на number2. И выведем это все в лейбл 6. Этот скрипт будем вызывать при изменении любого из наших полей. Либо ширины, либо длины. Так. Раз, два. Вот, видимо, она меняется. 3, 2. 1, 1, 1. Рассчитайте. Вот столько гривен у нас получилось. Смотрим в старой версии. 3, 2, 1, 1, 1. 10, 56, 25. 10, 56, 25. То есть, видите, расчеты получились такими же. Усовершенствовать их еще немного можно. Округлить, например, до целого, чтобы не выводились там ерунда какая-нибудь. То есть, в script-result в конце мы можем это дело отформатировать. И как отформатировать? На калькулятор есть примеры. Допустим, вот мне нравится, как реализовано разбиение по 3 цифры и округление до этого целого. Я просто перехожу в калькулятор, нажимаю создать на основе. Ищу какой-нибудь скрипт. Вот у нас один solve решение. И смотрю, как у нас форматируется результат. То есть, мы to fix и replace применяем. Мы его просто скопируем тогда получается и ставим в наш результат. Вот, применили. Лишнюю точку запятую. Сохранили. Посмотрим, что получилось. Эти странички нужно закрывать. Так. 3, 2, 1, 1, 1. Рассчитать. Вот разбиение такое по тысячам получилось. Если добавить побольше у нас всего, чтобы посмотреть как-то, если большое число будет. Вот оно разбивается и более приятно для чтения. Точно также можно и к площади это применить. И разобьется площадь. Так. Сохраняем. На этом урок по переносу калькулятора из старой версии в новую версию завершен. видео. Надеюсь, вам стало понятнее, как это делать. Если нет, то задавайте свои вопросы в комментариях. Возможно, какие-то сложности со скриптами могут возникнуть. С удовольствием ответим, объясним. Может быть, даже запишем урок конкретно под ваш случай. Пока-пока.